Всем привет! У нас такое чемоданное настроение. Простите, что я вам так долго не выкладывала ничего. Наконец-то нашлось время. В этом влоге я расскажу вам про деревенскую жизнь, такую, какая она есть. Произошло очень много разных событий на разный лад и манер. В общем, приятного просмотра! Ставьте лайки, подписывайтесь, я надеюсь, вам нравится. А еще помните, я вам рассказывала про тетю Анушу в одном из постов в Инстаграм? У нее есть отель, который находится в городе Туманян, Армении. Так вот, мы пошли к ней в гости в этот раз, и мы случайно столкнулись с одолжником в Армении. Представляете, Армена в Оренте. Он удалось с ним поболтать, я пообещала сделать ему ритман, он обещал меня нарисовать. В общем, я свое обещание исполняю. Насколько окажется художником мужчиной, мы посмотрим. Он стал делатьimos, он вам обещал, и он обещал. Р βыйти, да? Да, твоя вау... Здесь не заб Táman, но он не знает, что ты пришел к ней. Его не для меня, но до новых встреч. Как он? Да, он родной. Да, родной? Рыб! Ахзалата родной? Да, родной родной. Ахзалата родной? Я не ловлю вам то, что у вас нет, чтобы женщина. Не, не сидит. Шуток шуток шашлы в хорова. Да, надо ее вам не терять. Мы хотели бы отфотить. Это ж Хагвина. Нет, я не был Хагвина. Nein, я не пил. Все, я с ним не видел и величие и переделал я continuous кредит. Но это передел и не получился. Ты не помнил. У меня тоже вот такой есть, но у меня небольшие такие теники. Ты не думаешь, что это с Чидиманом? Угу. Это с Чидиманом. Спасибо большое. Это уже. Вот такое красивое место. Блин, тут вся Армения очень красивая, не только это место. Блин, так грустно, когда приезжаешь в деревню. Слушайте, настолько задумываешься. Я прям честно с ума схожу. Ты смотришь, как живут люди, как они далеки от всего. Я просто даже, если честно, слова не могу подобрать. Но, господи, цените то, что у вас есть. Благодарите Бога, вашу семью, близких вас, людей за то, что у вас есть. Потому что у большинства этого нет. Они даже не знают, что это такое. Я просто в шоке. Я закрою за собою, ты сказала. Я не стою, я подброшу на удачу. Докурю и пойду дальше. Не дождетесь, не заплачу. Если что, любой получит сдачу. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист, в нем я режиссер. Враг мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Я нелюбимая, прости меня. Любимая, люби меня. Враг мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Сегодня 23 июля. Это Рафаэль. Видите, у него тоже такая футболочка, как у меня. Духовый. Он, кстати, как-то наделал одну футболку с собакой. И он подумал, что это Николь. И ходила Ролл, что у него есть футболка с Николем. С Николем. Потом я ему сказала, что это Николь. И принесла ему вот эту. И ху-ху, наше сафар началось. Опа, опа, опа. Когда говорят про машину, то, что она как лошадка. Вот прямо это точно про эту машину. Ну вот и мы в Балабардык. Посмотрите, да, как мы гуляем. Ой, очень круто. Экстремальное путешествие продолжается. Рафаэль увидел флаг и сказал, что Николе трошно. Всем привет. Мы едем к маминой однокласснице. Надеюсь, что мы покатаемся на лошадях. И если пройдет, как я представляю, то будет очень-очень круто. Ты поймала, что это лошадь? ibwatch. И как делается лошадь? Поехали. И что делать? Да, что делать? Не гуляем. Не гуляем. Следую, как-то... Выпросили на лошадях. Анон. Продолжение следует. Продолжение следует... Рафаэль. 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 В общем, мы съездили в деревню, нас очень хорошо встретили. Там была такая тишина, удивили. Раньше я отчасти, наверное, не знаю, все место не находила бы. Но сейчас я предпочитаю более такой активный отдых. Не знаю, в связи с чем это связано. Поездка в Армению переменила во мне, если не все, то многое. Мы покатались таки на лошадях, правда, было не так, как нам описывали. Все равно я не жалась, жалась только на седло и на то, что лошадь была грязная. Если почистить лошадь и поставить новое седло, было бы вообще идеально. Но отказаться было бы некрасиво. Я столько говорила, что хочу на лошадях, покататься хочу на лошадях. Мне не дают снять видео нормально. Я уже не знаю, куда от них деться. То ребенок, то знакомый. Вон он юбилейные подписчики. Десять, как она была рада, ребята, вы не представляете. Спасибо этим десятерым людям. Аминь, здоровья вам. Аминь. Правда, я так тысячам инстаграма не радовалась, как этим десяти подписчикам. Очень признательно вам. Спасибо. Кстати, я не знала, что на пятитысячной купюре драма изображен вид этой деревни. Именно, представляете, я вот вставлю сюда, вы посмотрите. И, кстати, там, когда поднимаешься на вот эту гору, оттуда открывается, видно, весь Тбилиси. Представляете? Очень красивое зрелище, так сказали нам. Но мне не нашлась компания туда взобраться. Я очень искренне этого желала. К нам пришел в гости сейчас Эрик. Он зазывает нас в Хобайш, да? Да. Ты можешь говорить на английском или на армянском. Я потом переведу. Вот, но мы что-то не соглашаемся, потому что очень-очень душно и жарко. Вообще нереально. Но мы посмотрим, может быть, мы пойдем в Хобай. Я про Хобай, кстати, вам снимала уже. Надеюсь, вам оно понравилось. Это будет part two? Yes? Yes. Вот. Всем хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Мы собираемся в Хобай. К нам приехали наши родственники. Мы решили им показать нашу местную достопримечательность. Кстати, Fusty очень вкусный чай. Я его раньше не пила, здесь начала пить очень вкусно. Всем хорошего дня! До свидания! До свидания! Слушай, тут столько раз была на Кобайре. И каждый раз разными ключами. Это знаете, все дороги ведут в Рим. Тут все дороги ведут в Кобайре. Мы взобрались на высоту, наконец-то устали. Первый раз я устала, поднимаюсь на Кобайр. Очень хотелось бы каждое утро просыпаться и видеть такую красоту. Не знаю, видят, передаст вам все это или нет. Я каждый раз переживаю, что фото и видео не передают все и той атмосферы, все и той красоты, которая сотворена Богом и природой. Я все это снимаю и делюсь с вами, чтобы вы тоже хоть чуточку, но заразились вот этой. Даже не знаю, правильно, как подобрать слово. В общем, я хочу показать вам мир моими глазами. То, как я вижу, то, что я вижу. Надеюсь, вам понравится. В прошлой части Кобайре я вам снимала, как мы поднимались на лифте. Лифт, чтобы вы понимали. Просто стоишь и поднимаешься туда. Смотри, у нас едем вот так. Ну, обожаю муж. Смотри. Угу. Что в этой жизни надо? Мож. Я просто сделала ежевику. Уже все полчаса ждут меня, пока я ем можно. Ну, а пойдем, нас шли. И тут полно ежевики. Вон опять, смотрите. И, короче, я сделала пробку большую. Нас ждут уже. Стол накрыт, но я уже полчаса ем ежевику. И было очень вкусно. И оторваться нельзя. Попробуйте, реально вкусно. Вот так мы гуляем. По переулкам Авана с Валентиной. Ой, я не люблю этот район, если честно. Наверное, меня бесит больше всех. Хотя район Авана новый, он очень прикольный. Валентина, мы по-насо-канк. Испанели. Асса, асса, ласэняхчики. Дэн. Сонта. Уйти, ничан, ничан, а-напу. Дэн. Пахи, хэнс, дэби. Лав, пахи, часи. Дэнц. Дэнц. Ха-ха. Дэнц. Это моя маленькая копия, я была такой. Духов. Ура. Песни по заявкам продолжаются. Теперь у нас Мигана. Караоке продолжает. Всем спокойной ночи, встретимся завтра.